Смотрите, интересная тема, друзья. Сейчас посмотрите. Я специально снял. Смотрите, попросил у меня кости манитобы. Я отстал от жизни и прошу не считать, что я хитрю. Я ответил, что манитоба есть, но в смеси с другими костиками. Ответил механически. А оказывается, он к ней очень относится... Ну, как сказать. А это один из мудроительных сортов из Канады. А ко мне попал от самого Сычева. От самого Сычева, который тогда занимался селекцией в Барнической области. Вот. Манитоба 604. И вот получается. А значит... Ну, ответил ему. Ты думал, он тоже успокоился забыл. Он мне пишет. Жаль, что манитоба попала к другим костикам. Ну, то есть смесь. Получаясь, алмазовую обратно закопали в глину. Ее нужна была именно манитоба. Извините, брать смесь не буду. Правильно? Зачем вы смесь? Там процентов 10. Каждый десятый. И вот смотрите. Что получилось дальше. Сейчас. Вот. Когда я получал вот это письмо, я растерялся. И на всякий случай позвонил Юле. Знаете ее уже? Помощница. Юля. На всякий случай. Ну, не только собирал. Да, собирал вот целая банка. Я растерялся. А давать отбой? Как я ему дам отбой? Скажет. Ну, чтоб продать костик. Взял, да все придумал. На самом деле в смеси. А никаких отдельно нету. А я кино снимал. И я вот сейчас попробую оправдаться. Причем стопроцентно уверен, что он мне поверил. Тем более вратнее не мы хотим. Итак, внимание. Александр Николаевич, лично для вас. Итак, вспоминаем. Я провожу фильм. И вот я подхожу к Андрею, у которого задача самый добросовестный человек на планете. Добросовестный меня. Попадать в такие уникумы. Вот там дальше сплошной Маньчжуриц. Причем настоящий, стопроцентно чисто по улице. Потому что дальше отсюда не видно. Заслоняет это. Там огромный Маньчжуриц. И он... А я подошел к нему. Только рот открыл. Я говорю, ты чего это со мной? Я манитобу отделяю. Это он мне тогда сказал. Ну сказал и сказал. И поговорили и забыли. Потом. Внимание. Посмотрите на ближний план. Ну сюда в левый угол. Видите? А вон они Маньчжурицы. Так, это 15 августа. Да, в этот же день. Вот 15 августа, 15 августа. Он ее вот тут собрал. Вот все, что видите. Ну деревья близко. Они в воду кучу падали. Вот. Вот он манитобу отделял. Потому что он добросовестный невероятный. Она в два раза крупнее. Или в три. Вот они. Видите? Все по-честному. А потом подошла Юля. Спросила, как называется. Он искал манитоба. А я знать не знаю. Вот. И вот когда Песоцкий его еще, ой, наверное, раскупят. Не бойтесь, не раскупят. Этот выдающий сорт так же никому не нужен, как и многие другие сорта. Понимаете? Вот о чем речь идет. Точно так же, как другие сорта он никому не нужен. Продавал. Ну как? Знаете как? Человек говорит, мне по 10 все 20 сортов. Я пишу Юля. 10 академиков, 10 авгуров, 10 серафимов, 10 короневских, 10 баев. Вот. А чаще всего просто 20 по 10. И вот тогда манитоба. Вот тогда манитоба. И попадала. И теперь, смотрите, была полная банка. Николай, не сомневайся. Теперь другой момент. Я могу позволить всем говорить подробно, куда нам спешить. У нас еще будет 200 вебинаров. Я успею. Я прикину, еще 200 проведу. Пока гадалка не сбудет свои слова. И вот получается что? Значит. Сейчас я буду отговаривать, покупать эту манитобу. Еще раз. Вот с этой стороны. Кочки лучше видно. Вот они. Вот. Почему я буду отговаривать? Все по-честному до сих пор. Дело в том, что... Внимание. Смотрим дальше. Вот это вот. Видели? Современное. Вот. Вот. Когда было сделано? Август 22-го года. То есть за 3 дня до сбора. Вот оно. Видите? Идем дальше. Внимание. Доказательства. Посмотрите. Сориентируйтесь. Вот сетка рабица. Сетка рабица. И вот смотрим дальше. Вот это. Даже не маточное дерево. У меня была маточная. Нет, не так. Это маточное дерево. И когда я получил сиренки. У меня получились вот такие плоды. У меня самый первый урожай был. Еще были они в 2 раза крупнее. Еще более носатие. И с пятнышками. Всего 5 штук. Сейчас задача можно найти. Найду. Покажу на следующем видео. Как смотреть на них. Вот если, допустим, брать рекламу. Допустим. Если бы я тебе 5 вот таких вот. Ух. Показал бы вам. Вот. Тут же бы бросились хватать. Но случилось следующее. Полное перерождение. Вот почему я отговариваю Песоцкого. Будем дальше. Внимание. Это дерево. Это дерево. Прожило. То ли 25 или 30 лет. И было спелено. Потому что это было давно. И чуть не сказал. Неправда. Правда. Вот. Веточку перенес. Вот сюда. Вот. И что вы думаете. И что вы думаете. Измельчало бы два раза. А этот еще год засуха. Еще сильнее измельчали. Вот ближний край. Посмотрите. Так. Что это тут нам мешается. Выскочит. Ага. Вот смотрите на ближний край. Вот самый самый правый угол. Вот. 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 Видите. Вот. Вот. Она два раза мельче чем должна быть. Раз. Посмотрите еще повнимательнее. Как бы. Специально. Вот еще. Самый верхний правый угол. Смотрите. Хвостик этот. Носик видите. Видите. Вот. Без обмана. Без обмана. Но она измельчала то ли из-за вегативной гибридизации. Я еще фильм снимал вчера или позавчера. Помните. Вот тут стоял. Но уже зимой. Со снегом. Вот. Вот. И получилось что? Она. Потеряла. Кругность. Она потеряла. Какое-то. Стало более округлой. А теперь возьмем. Что вы возьмете. Вот это вот. И начнете. Николаевич. Выращивать из косточки. И у вас получится то ли каждая четвертая. То ли уже четырежды на четыре шестнадцать. То ли каждая шестнадцатая. Она будет повторить материнскую. Вы готовы. Заняться фактически селекцией. Я знаю. Вы мужик серьезнейший. Вы как бы один из ведущих садоводов настоящих. С таким багажом. Это. С такими наблюдениями. Вот. Я всегда перед вами преклонялся. Вот. И вот получается что. Вам придется. Если бы я вот те. Вот. Вот. Еще раз. Если бы я. Куда наделать то. Господи. Если бы я еще вот эти бы вам выслал. Видите. Вот эти уже мелочи. Видели. Округлились. А если бы я вот эти бы выслал. Еще бы. Тогда можно было сказать. Каравол. Три из четырех. Или одна из четырех. Повторят материнские качества. А сейчас я вам ничего не обещаю. Ну что. Будете брать? Вот теперь все по-честному.